Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня я продолжаю небольшую рубрику флоговых видео и на сейчас я хотела бы открыть вообще новую рубрику, которая почти нет аналогов еще на YouTube. Это раздел экономии с удовольствием. На самом деле, большинство людей представление экономии это как нечто что-то такое очень грустное, скучное, вообще плохое занятие, откладывание на черный день и связано с чем-то какими-то такими отрицательными эмоциями. Большинство людей хотят жить вот сегодня, сейчас, ничего не экономить, брать лучше взять в кредит и потом как-нибудь оно приложится. Но я изучаю в жизни успешных, предприимчивых и обеспеченных людей достаточно большое количество времени. И знаете, что я заметила? Что они живут хорошо не только потому, что они хорошо зарабатывают, а потому что они умеют деньги экономить. И на самом деле экономить можно с удовольствием. Главное немножечко правильно знать, как это делать. Приведу вам самый простой пример. Вы у меня спрашивали по поводу стоимости покупки ламп и от многих из вас в комментариях звучала такая фраза «О, 180 долларов, наверное, ты долго на эту покупку копила». На самом деле, я не копила, честно. Я вам скажу, я продала барахло. Продажа барахла – это один из таких пунктиков в голове, которых вы должны… Многих о них просто не знают, но вы должны помнить о них и пользоваться этим. Если вы хотите какую-то новую покупку, если вы хотите какую-то новую вещь, если вы хотите какую-то новую косметику или что-то, какое-то приобретение в дом, не обязательно для этого откладывать, не обязательно для этого где-то что-то забирать. Просто продайте барахло. Что такое барахло? В очередной раз делаю уборку в квартире, я наткнулась на свой старенький ноутбук. Это друг, старый друг, который я купила уже очень давно. Он отслужил мне много лет, ещё до замужества. Потом как-то так получилось, что он на работе у меня уже тоже стал не нужен, мы там обзавелись новыми компьютерами. А он так и стоял, покрываясь пылью. И я всё глядя на него, всё гляну, гляну и думаю, нет, надо бы его продать. Надо бы его продать, пока он совсем ещё наладан дышит. И задавшись вопросом, где же я его продам, я зашла в интернет, набрала в поисковике «Продам ноутбук Samsung P29», как сейчас помню, он назывался. И мне выдалась куча сайтов, которые занимаются продажей барахолки. То есть, ну, это барахолки так называемые, продажа бэушных товаров. Я посмотрела по ценам примерно плюс-минус и как-то думаю, да нет, как-то дороговато за него. Я вообще хотела чуть ли не даром отдать родственнице. И потом подумала, вдруг продам. И продала, вы знаете, сразу. Причём я спустила цену очень резко. Человек позвонил в этот же день и сразу же его забрал, не глядя, я его отправила транспортной компанией. И с тех пор я сделала вывод. Продала после продажи ноутбука и старого стерилизатора для бутылочек у меня получилась сумма нужная мне на лампы. Я сделала некоторые выводы, как правильно продавать. И хотела бы вам подсказать. Возможно, вам это пригодится. С чего нужно начать? Нужно внимательно посмотреть свою квартиру, свою дачу, чердаки и прочие те вещи, куда мы сгребаем, балконы, тоже на балконах всякого хламья полно, куда мы сгребаем какие-то ненужные старые вещи. Перебрать среди них те вещи, которые в рабочем состоянии, если это техника, либо же в нормальном более-менее состоянии, если это одежда. Я пока не буду рассказывать про одежду, потому что это очень индивидуально, хотя люди продают все буквально, я вам скажу, на таких барахолках. И то, что не продается, отдается с даром взамен на фрукты, шоколадку или что-то еще. В любом случае, даже от откровенного барахла вы всегда можете иметь плюсы. Вы всегда будете в шоколаде. Я расскажу по примере техники, которые я действительно продавала. У меня большой опыт в этом деле, потому что я продала старый свой молокоотсос, старый стерилизатор для бутылочек, продала старый телевизор, продала два мобильных телефона, даже нет, три, один из них, два мобильных, а один, как вроде, стационарный, но в виде трубки. Боже, что же еще? Продала старый эпилятор, которым уже не пользуюсь, потому что делаю лазер. Продала блютуз-гарнитуру, старый mp3-плеер, который еще был на батарейках. Словом, достаточно большое количество такого барахла, которое просто захламляло мою квартиру. Если у вас тоже есть такое дело, оно вам уже не нужно, то будьте уверены, людям другим оно нужно. Поройтесь у себя в регионе, наберите в поисковике «Продам то-то и то-то» и поставьте модель. Так вы узнаете цену, примерно, почем такое люди продают. То есть, выберите среднерыночный и будьте уверены, что по такой цене или немножко ниже уйдет. Следующая рекомендация – заведите обязательно аккаунт в этой. А, кстати, выбирая барахолку, выбирайте самую популярную. В моем случае мне выдалась самая популярная, самая такая барахолка, которым людям занимаются этим сайтом, да, и продвигают его в поисковике в топ-пятерку. Это Slando.ua. Сайт Slando.ua. Его еще иногда называют «Авиза», «Авито», возможно, эти названия вам тоже о чем-то скажут. Выберите тот сайт, ту барахолку, в котором самый большой высокий в топ уровне он выдаваемости в поисковике. Это значит, что люди, которые туда посещают, вы можете быть уверены, что ним занимаются руководители этого сайта, и большое количество людей там крутится, именно потому, что этот сайт в топах. Тысячи людей что-то продают, и тысячи людей что-то ищут для покупки. В свое время я на таком сайте, я вам хочу сказать, что покупатели есть, потому что кроме того, что покупали мой товар, я сама когда-то на таком сайте искала, была покупателем, я искала мебель в имиджевых голубых тонах, заказывать новую мне не хотелось, потому что это выливалось копеечку для открытия очередного офиса в моей компании. И мы искали в имиджевых голубых тонах мебель для нового офиса, и мы нашли прекрасные синие стулья, офисные, не черные, классические, а синие. Мы нашли прекрасные синие голубые шкафы офисные, мы нашли прекрасные такие же столы, все в отличном состоянии, просто офис, который в свое время закрывался и переезжал, распродавал эту мебель по дешевке. Им это было как хлам, им это было уже не нужно, а нам это было нужно. Мы сошлись в цене и были довольны покупкой. Точно так же тот товар, который лежит у вас, я вернусь к теме, он тоже очень нужен людям. Главное, чтобы найти правильно сайт, как я уже сказала, берите самый популярный, самый раскрученный, заведите в нем аккаунт, в котором вы сможете отслеживать не только посещаемость вашего, видеть статистику посещаемости по вашему товару, интерес к вашему товару, но и варьировать в ценах, менять информацию. И видеть переписку иногда через сайт, люди сразу не звонят, а многие пишут, знают, что-то уточняют, консультируются и потом уже решаются на первый звонок. Чтобы не упустить и такого покупателя, вам тоже нужен для этого завести аккаунт, то есть зарегистрироваться на этом сайте и не забыть к нему пароль. Следующая рекомендация – обязательно хорошо сфотографируйте, с разных сторон сфотографируйте свой товар. Если у вас есть какие-то дефекты, допустим, как в моем телефоне в старом, в одном из телефонов был треснут экран, внешний дисплей, то я так и сфотографировала и писала, что в нем небольшая трещина на дисплее. Сфотографируйте с разных сторон, даже если есть какие-то на нем недостатки. Эти недостатки тоже нужно сфотографировать. Это вас убережет от разочарований клиента, который уже придет за покупкой, посмотрит, увидит, что там, ага, оказывается, там еще и трещина, он был к ней не готов, и он просто уйдет, не купив, потеряет, заберет ваше время и потеряет свое. Но делая описание, старайтесь сделать его максимально полным. Соберите все самые лучшие качества своего товара. Допустим, про свой телефон, про ту же трещину я писала так, что он удобный, он легко, я прямо фотографировала в руке, еще делала одну фотографию, где он лежит в руке, он легко помещается в руке, он в рабочем состоянии, что самое главное, он держит батарею около трех дней, то есть это было действительно правда. Да, у него есть небольшая трещина на внешнем дисплее, но он идеален для тех, кому внешний дисплей, допустим, не нужен, то есть для тех, для кого телефон нужен, лишь бы звонил. Я прямо так и писала, что он идеален, в нем хорошо про, как это сказать, визуализируется и чувствуются кнопки, что он идеален для тех, для кого нужен телефон, чтобы лишь бы звонил, в скобках, пожилые люди, дети и так далее. И люди, когда читали это описание, да, они не натыкались на недостатки, о них нужно было сказать обязательно, но они видели достоинство. Постарайтесь максимально расхвалить свой телефон, не скрывая недостатков. Это, я вам скажу, целое искусство, но это того стоит. Следующая рекомендация – это умение торговаться. Когда вы будете выставлять цену на свой товар, постарайтесь не ставить круглые цифры. Не ставьте, допустим, 600 гривен, а поставьте 599. Не ставьте 1000 рублей, а поставьте 990. Круглые цифры считаются несколько завышенными. Старайтесь ставить там без гривны, без рубля, без 10 рублей, то есть такую сумму, которая все-таки привлекает внимание. Эту фишку часто используют производители, когда выкладывают свой товар в магазинах, когда вы видите ценники, на вас именно влияет некруглая цена в качестве покупки. Помните, я им говорила, что нужно завести аккаунт? Так вот, когда вы будете видеть интерес к своему товару, вы будете иметь возможность поднять свое объявление платно или бесплатно. Такие услуги на барахолках часто и густо используются платно. То есть можно заказать как бы топ объявлений, чтобы оно висело в топах, если вам продажа срочная, либо же раз в неделю поднять его бесплатно. За все, что я продавала, я вот вам честно скажу, я ни разу не пользовалась платной услугой. Я все продала бесплатно, но регулярно заходила и поднимала объявления раз в неделю по уведомлению сайта. Кстати, сам сайт, если вы заводите аккаунт, то вам высылает уведомление, что вы можете поднять раз в 7 дней, пора поднять свое объявление бесплатно. Я пользовалась этой услугой, да, поднять. Заодно заходила и поднимала те уведомления, на которые еще не пришли ко мне. Главное делать это регулярно, то есть этим нужно заняться. Если у вас есть цель, и вы хотите какой-то новый товар, вы хотите какую-то новую услугу заказать, даже если это дорогостоящая услуга, как та же, допустим, лазерная эпиляция, о которой я говорила, но у вас всегда найдутся для этого деньги. Просто подумайте, что вы можете продать то, что вам уже не нужно. И напоследок еще одно важное, но я считаю такое маленькое, но очень важное правило. Когда вы будете в следующий раз размышлять над тем, что вы хотите, и что вы ради этого готовы будете продать, то есть заняться продажей барахла какого-либо из вашего дома, то подумайте над тем, что вы хотите купить. Действительно ли вам это нужно и важно? Либо же это станет очередным барахлом через полгодика. Если же вы ответите на свой вопрос, ответите, да, мне это нужно, да, это мне действительно будет полезно, тогда я желаю вам удачи, у вас все обязательно получится. С вами была Оксана Терехова, заходите ко мне еще. С вами был Игорь Негода.